Здравствуйте! Международный авиатранспортный Представляете, сколько это предприятие возродится, сколько это будет рабочих мест и сколько это будет снимать большое напряжение В рамках МАТФ состоялось выездное заседание экспертного совета по развитию технологической базы отечественного машины из танкостроения Профессионалы авиации Рынок находится сейчас в трудном положении, в тяжелом, которое требует взаимодействия всех игроков Это и государство, это и работодатели, это и образовательные учреждения Перспективы рынка труда и вопрос кадрового обеспечения авиаотрасли Киношанс для каждого Мы делали документальный фильм про Екатерину Перси Френч, про уроженство города Ульяновска, Симбирска Для меня большая честь была делать про этот город и я горжусь, что здесь учусь Взгляд студенческих и школьных творческих коллективов на актуальные вопросы современности Стимул к работе и саморазвитию Он не просто такой мальчик, который может себя назвать художником, а он член молодежного объединения «Союз художников» Молодые художники представили свои работы на суд зрителей Главное событие дня в Ульяновске стартовал четвертый по счету Международный авиатранспортный форум Одним из мероприятий МАТФ-2016 стало первое в истории региона выездное заседание экспертного совета По развитию технологической базы отечественного машины и станкостроения На базе недавно открывшегося завода ДМГ «Море» ключевые вопросы развития региональной промышленности Обсудили члены Комитета Государственной Думы и Комиссии Российского Союза промышленников и предпринимателей Первые итоги визита федеральных гостей по телефону сообщает мой коллега Артем Петров Со все уже традиционным авиатранспортный форум в этом году пройдет на Ульяновской земле со 2 по 5 июня В 2016-м центральной темой МАТФ определено развитие кадрового потенциала для авиастроительной отрасли Деловая программа форума насчитывает десятки конференций, дискуссий и круглых столов Первым крупным мероприятием стало заседание экспертного совета Вопросы, которые поднимались в рамках конференции В первую очередь затрагивают развитие промышленности Именно этот кластер является одним из важнейших секторов экономики 73-го региона Еще одним пунктом заседания стало рассмотрение мировых практик и опыта локализации промышленных производств на территории нашей страны Вопросы импортозамещения зарубежных комплектующих на отечественной аналоге также не осталось без внимания Заметьте, наша продукция непосредственно российская, которая заменяет всего 20% Это 80% уходит на экспорт, ну типа того, что за поставки за рубежа Нам это не нужно Если вы представьте, мы хотя бы возьмем, выйдем на уровень хотя бы 80% Наоборот, российские поставки Вы представляете, сколько это предприятие возродится, сколько это будет рабочих мест И сколько это будет, это снимет большое напряжение Так что это очень важно Не только для кого-то там, для единичных А просто это важно для всей России Еще одной темой, которую затронули федеральные эксперты Введение целого ряда льгот для предприятий промышленного кафтера России В ближайшее время будет рассмотрен вопрос о выдаче данной категории производства льготных кредитов с процентной ставкой 1,3% МАТФ в новом формате Традиционный для августа Международный авиатранспортный форум в 2016-м стартовал в начале июня Изменилась и привычная форма проведения Это связано в первую очередь с современными требованиями рынка труда 2 и 3 июня в Институте гражданской авиации проходит одна из ключевых частей деловой программы Конференция профессионала авиации Ситуация с международными перевозками сегодня заставляет смотреть на авиаотрасль под новым углом Пришло время развивать внутреннее авиационное сообщение, отмечают специалисты Особое внимание регионам Сейчас действует программа субсидирования региональных перевозок Что открывает новые перспективные рынки труда Но в то же время остро ставит вопрос кадрового обеспечения Рынок находится сейчас в трудном положении, в тяжелом Которое требует взаимодействия всех игроков Это и государство, это и работодатели, это и образовательные учреждения То есть без взаимодействия ничего хорошего, к сожалению, мы не прогнозируем В стратегии развития до 2030 года на реализацию программы гражданской авиации Закладывается более 40 миллиардов рублей При этом авиация на первом месте среди всех видов транспорта По бюджетным затратам на решение задач образования Ульяновский авиационный институт в лидерах по подготовке кадров Из стен учебного заведения ежегодно выпускаются несколько сотен квалифицированных специалистов Наши учебные заведения достаточно хорошо, спасибо Росавиации и Министерству транспорта Укомплектованы авиационной техникой, у нас порядка 160 Только у нас без филиалов воздушных судов Если раньше мы говорили, то керосина нет, то самолетов нет А сейчас мы говорим, что все у нас уже есть Несмотря на профицит летного состава, сегодня далеко не все выпускники устраиваются по специальности сразу Потребность в кадрах все же существует Повышенные требования безопасности диктуют свои условия Постоянное подтверждение квалификации, а также переобучение летного персонала Кроме того, остро чувствуется нехватка кадров в авиации промышленной В настоящее время в Ульяновской области такая потребность около 3,5 тысячи человек И при том, что мы постоянно инициируем и начинаем реализовывать серьезные инвестиционные промышленные проекты в сфере авиации Мы входим в серьезнейшие федеральные проекты своей кооперации Например, там УМС-21, магистральный самолет 21 века Это и АРУС То есть постоянно новые производства, новые проекты требуют новых кадров По итогам двухдневной сессии участники конференции разработают предложение по улучшению условий труда в авиационной отрасли и решению кадрового вопроса На автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значения Ульяновской области задействовано 56 бригад, выполняющих работы по ремонту покрытия методом карт Ямочному ремонту, вырубке кустарника, уборке мусора, очистке и покраске мостовых переходов, барьерного ограждения, покраске дорожных знаков, разметке пешеходных переходов В это же время в рамках программы приведения в нормативное состояние федеральных автодорог к 2018 году активные работы ведутся на трассе Саранск-Сурская-Ульяновск Эта дорога до 2018 года будет отремонтирована, в настоящий момент ремонтируются три участка, один из них уже готов и осталось порядка 5 миллионов освоить, это где рядом с селом Боротаевка Выполнить разметку, расставить знаки, это ХМДС, подрядная организация, она в этом году закончит, я надеюсь в июле На втором участке этой автодороги произошла смена подрядчика, новый контракт был заключен 5 мая, а уже 12-го ремонтные бригады приступили к работе Здесь необходимо привести в порядок почти 10 километров асфальтового покрытия, будет выровнен профиль дороги, произведено усиление дорожного полотна и укрепление обочин Участок он сложный, потому что он был принят в стадии доработки, в стадии доработки, значит, многие вещи приходится постанавливать, повторять, какие-то изменения поступают Ну, поэтому, как бы, вот такие сложности, ну и очень сжатые сроки, сроки очень сжатые и, ну, все вроде поняли, что нужно сделать Сейчас работает на трассе 7 экскаваторов больших, значит, бульдозера, 4 бульдозера, 5 грейдеров, 5 катков, погрузчики, значит, бетумовозы подошли Установка по смешению, ресайклер подошел уже здесь в полном комплекте, она стоит Как только подготовим нижние слои дорожной одежды, буквально, может быть, в субботу-понедельник мы приступим уже к смешению После подготовки ремонтируемого участка на него будет нанесено два слоя асфальтового полотна 7-сантиметровый слой крупнозернистого асфальтобетона и 5-сантиметровый слой щебеночно-мастичной смеси Закончить работы подрядчик обещает к 30 августа В хронике происшествий группа террористов, которая ехала в пассажирском поезде Пермь-Москва, не доезжая до Димитровграда, остановила состав Причем на мосту через реку Черемшан, и не просто остановила поезд, но и подорвала его вместе с собой и переправой В результате мост вместе с вагонами и пассажирами рухнул в воду Это лишь часть легенды учений, которые в последний день весны прошли в пригороде города Атомщиков Подробности в следующем материале Утром 31 мая в Димитровграде и в Меликесском районе был введен режим контртеррористической операции Причина – захват террористами пассажирского поезда Обстреляв вагоны и захватив бригаду машинистов локомотива, террористы через пособников, находящихся в пассажирских вагонах, сообщили пассажирам о вооруженном захвате и минировании поезда Из отдельных вагонов захваченного поезда в панике выбегают люди, которых обстреливают террористы Железнодорожники немедленно оповестили представителей силовых ведомств, а также спасателей и медиков Сотрудники ГИБДД первыми были на месте ЧП Получили подтверждение, что на мосту захвачен поезд Движение через дорогу на ЖД мост перекрыли Полицейские оцепили периметр, а спецназ ФСБ выдвинулся на позиции на случай силового решения проблемы По легенде, смертники упорствовали и, решив не сдаваться, подорвали пассажирский состав Пожарные начали тушение вагонов, а спасатели и водолазы приступили к эвакуации раненых По результатам этих учений состоится заседание оперативного штаба, в ходе которого руководители правоохранительных и силовых ведомств Ульяновской области Определят эффективность действующей системы мер по борьбе с терроризмом на различных объектах В Минкомсвязи России приступили к разработке законопроекта в рамках госпрограммы «Доступная среда» Документ предусматривает адаптацию контента телеканалов под нужды инвалидов по слуху В зависимости от охвата аудитории определится, сколько часов вещания тот или иной канал будет снабжать титрами При этом минимальный порог, устанавливающийся законодательно, полтора-два часа в сутки Бюджетных средств на выполнение прописанных в законопроекте обязательств не предполагается Считается, что владельцы современных телеканалов вполне могут обойтись собственными средствами В том числе и на субтитры для передач в прямом эфире Это делается для того, чтобы еще больше людей могли смотреть фильмы, познавательные или новостные программы Требования по количеству часов вещания с субтитрами пропишут лицензии Программы с субтитрами в эфире телеканалов есть и сегодня Но пока они обязательны для телеканалов так называемого первого мультиплекса Количество такого вещания уже достигло 14 тысяч часов в год еще в 2014 году А в Ульяновске инвалид первой группы Егор Озерцов продолжает начатую уже давно кампанию По приведению областного центра к общемировым стандартам доступной среды Недавно им создана очередная петиция с просьбой соблюсти нормативы, положенные по российским законам в аэропортах В частности, в Ульяновск-Восточном, где, по мнению самого активиста, его жизни и здоровью серьезно угрожала техническая недооснащенность и неподготовленность персонала Когда очередь дошла до высадки меня, выяснилось, что узкой бортовой коляски для высадки инвалидной самолета в Ульяновском международном аэропорту нет Также выяснилось, что высаживать меня будут обычные грузчики При подъеме они чуть меня не сломали Пришлось объяснять им, как именно нужно меня поднимать, чтобы не травмировать Натерпелся страху, еле удержался в коляске Киношанс на победу каждого Первый комплект, наград нового международного студенческого фестиваля разыгран Год кино, кроме традиционного, восьмого по счету, кинофестиваля имени Валентины Леонтьевой от всей души Подарил ульяновцам возможность познакомиться со взглядом студенческих и школьных коллективов на актуальные вопросы современности Документальные, игровые, сделанные профессиональными командами и самодеятельными творческими коллективами Все прошли через горнило компетентного жюри Получили одобрение взыскательного зрителя Первый международный фестиваль студенческих фильмов Киношанс Более сотни участников, 50 из которых прошли в финал Задуманный Ульяновским госуниверситетом совместно с региональным Минкультом Он как пробный шар прощупывал, что актуально сегодня в кинокультуре молодежной среды О чем студенты готовы говорить, в какие жанры облекают свои мысли Компетентное жюри, которое возглавил известный сербский режиссер, сценарист и продюсер Йован Маркович Уже на первых этапах пришло к мнению, говорить готовы практически обо всем Я в жюри, но честно говоря, я не выбирал Мне сразу члены жюри сказали, что так как я физик, то мое мнение будет учитываться Но в последнюю очередь я и не совался, честно говоря, я для удовольствия посмотрел Очень понравились, там даже сказки есть Там есть, знаете, почти как сказка о потерянном времени Это свинская история О, поймал, поймал Это ведь я, Толик, Толик Сорокин Куда вы меня тащите, идиоты? Блин, вот я попал Очень много роликов про свои семьи Про родителей, про бабушек, про дедушек, дедушек, бабушек Которые воевали, которые погибали, которые развивали страну Приходит мне письмо Галина Александровна Мне кажется, что мы с вами родня Потому что мой дедушка Петр Самсонович Он тоже с Дальнего Востока И родом он так же с Сахалины, как и мой отец И что мама моя, это ваша двоюродная сестра Окончательный итог Черту, которую выделила победителей Подвели в день закрытия в Ульяновске Восьмого международного кинофестиваля От всей души Но эта черта не значит, что все, кто ее не переступил Навсегда остались за бортом Планы сделать киношанс ежегодным событием Всерьез рассматриваются руководством УЛГУ К тому же 365 дней до следующего фестиваля Хорошая дистанция подумать над недочетами Переосмыслить подходы к техническим нюансам И концептуальным решениям Потрясающе, просто Знаете, от озвучки того и такой странной, честно говоря Ну, 100 фильмов, не все же одинаковые От странной озвучки 12 стульев То есть ребята думали, что они лучше, чем Миронов Юрский, не получилось, на мой взгляд Мелодирушка, продайте мне этот стул Он мне очень нравится Продайте, девочка, я вам дам 7 рублей Хамите, парниша Но, все равно, все ролики красивые Знаете, они вот сделаны с любовью к предмету Не с, там, знаете, как черных удел Не потрафить каким-то низким чувством А именно потому, что любит, например, свой университет Альма-Мата И это видно вот по результатам ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Последний из рода Киндяковых Фильм расследования, фильм исследования Исторический экскурс в тайны симбирской земли Созданный студенткой факультета культуры и искусства УЛГУ Кристины Жакот по праву взял и гран-при киношанса И приз зрительских симпатий Жюри и зритель оценили сочетание журналистского расследования С элементами игрового фильма Игру актеров, внимание к деталям Мы делали документальный фильм про Екатерину Перси Френч Про уроженство города Ульяновска, Симбирска Для меня большая честь было делать про этот город И я горжусь, что здесь учусь Работала целая команда Это не только моя победа Это победа моей команды, моего соавтора Павла И я очень рада, что мы смогли добиться такого успеха Ульяновские молодые художники получили первое удостоверение Членов молодежного объединения Союза художников Существовавшие еще в Советском Союзе секции возрождаются снова И наш регион один из первых, кто возвращается к традициям прошлого Конечно, сегодня членство в объединении молодых художников Не дает права на получение заказов Да и квартиры по очереди сейчас не выдают Такое объединение талантливых молодых людей В первую очередь стимул к работе и саморазвитию Оценить творческий потенциал ульяновских художников Можно на выставке Она открылась в картинной галерее Музея Аркадия Пластова Первые ласточки большого проекта В Ульяновске возрождается молодежное объединение Союза художников Привилегия от наличия корочки в наше время небольшая Но помогает как минимум обзавестись мастерской И стать ближе к самому главному для всех мастеров кисти Объединению Союза художников На выставке молодые художники 2016 раздали первое удостоверение Получив удостоверение члена молодежного объединения нашей организации Все-таки этот молодой человек уже где-то Даже работая над каким-то заказом Он может показать это удостоверение Что он не просто такой мальчик, который может себя назвать художником А он член молодежного объединения Союза художников А вот Павел Крементьев уже на шаг впереди своих коллег по цеху Сегодня он является одним из самых молодых членов Союза художников Для 27 лет это настоящее достижение Членский билет это в первую очередь новые возможности и желание развиваться Ну это в основном как бы просто признание Признание художниками профессиональными моего профессионализма И конечно это же дает немного уверенности в себе Потому что я уже слегка, но отделяюсь от общего количества художников Которые сейчас в Ульяновске молодых Свои работы в узкие рамки не заключает И определенным стилем не характеризует Каждый раз из-под кисти художника выходит что-то новое и оригинальное Когда рисую, я всегда стараюсь придать работам позитивное значение То есть чтобы люди, смотря на работу, не угнетали себя обыденностью Чтобы это было для них интересно, весело и может быть иногда даже красиво Всего на выставке представлено более 80 картин десятков молодых авторов Настоящий калейдоскоп из всевозможных техник и стилей От минимализма мела и угля до настоящих цветовых взрывов Вот, например, «Павлин» – картина Антона Лазарева Работа привлекает внимание своей фактурой Автор использовал не только обычные краски, но и разнообразные текстурные пасты Пейзажи, необычные интерьеры, портреты Каждую картину хочется разглядывать Понравился «Маяк» Картина в том зале висит, Клементьева Там, конечно, смысл глубокий Очень прекрасная картина Даже хотела ее, честно говоря, купить Пока не могу выделить одну единственную картину Мне всегда удивляли люди, которые умеют владеть кистью И все свои мысли и замыслы на полотне изобразить Я этого не умею, к сожалению Отдельный зал на выставке отведен самым маленьким мастерам Это работы учеников художественной студии Юным талантам тоже есть что показать Экспозиция «Молодые художники-2016» открыта в выставочном зале Картинной галереи по адресу улица Гончарова, 16, вход свободный Ульяновские гимнасты покорили Мордовию Сразу 9 медалей всех достоинств привезли наши земляки С прошедшего в Саранске всероссийского турнира по спортивной гимнастике Наиболее успешным из состава нашей команды оказалось выступление по программе первого взрослого разряда Где золото завоевала Алена Глотова, а серебро осталось за Алиной Лифенцевой В общекомандном первенстве сборная 73-го региона заняла второе место Далее коротко о других спортивных событиях из жизни нашего региона Димитровградская спортсменка Ольга Леонтьева вошла в десятку лучших бодибилдеров страны На прошедшем в конце мая чемпионате России в Самаре наша землячка заняла почетное десятое место Этим видом спорта Ольга занимается всего лишь два года Однако упорные тренировки помогли девушке занять столь высокую позицию в национальном первенстве Сама девушка признается, что помимо тренировок необходимо правильно подобрать питание А держать себя в рамках диеты, особенно для прекрасного пола, гораздо сложнее самого тренировочного процесса Ульяновский спринтер Александр Бреднев одержал победу на командном чемпионате России В последние дни весны Сочинский региональный центр спортивной подготовки принял национальное первенство по командному спринту В борьбу за награды соревнований включились сильнейшие спортсмены со всей страны По итогам забегов на дистанции 400 метров шестым стал наш земляк Андрей Голодцков На этой же дистанции, но уже среди женщин, шестой стал Ататяна Зотова Лучший результат в сборной Ульяновской области показал Александр Бреднев На 100 метровке наш земляк завоевал национальное золото В Димитровградской 19-й школе в День защиты детей прошло открытое городское первенство по самбо среди юниоров Заявки на участие в соревнованиях подали сразу 43 спортсмена Среди них гости из Набережных Челнов и Меликесского района Ульяновской области Большинству самбистов нет и 9 лет, но за плечами многих уже не один десяток побед на первенствах различных уровней Для неравнодушных к своему внешнему виду и здоровью фитнес-центр Венец в мае приготовил целую серию акций Для людей старше 50 лет Венец предлагает 40% скидки на любые абонементы Опытные тренеры проконсультируют по вопросам спорта, питания и режима дня для достижения лучшего результата В зрелом возрасте занятия в тренажерном зале считаются наиболее безопасным видом спорта Движения на современных тренажерах осуществляются по строго заданной траектории Что сводит риск получения травмы практически к нулю И еще с 15 мая действует новый безлимитный абонемент на 3 месяца по комфортной цене 7000 рублей Во все абонементы входят неограниченные посещения финской сауны и турецкого хамама Фитнес-центр Венец – это место, где можно улучшить свою форму, стать более выносливым и здоровым, а также приятно провести время в спазоне Светлая, ухоженная, подтянутая кожа без расширенных пор – а такой, пожалуй, мечтает каждая представительница прекрасного пола Медицинский центр «Консилиум» поможет добиться потрясающего результата К вашим услугам аппаратная косметология, избавление от нежелательных волос, сосудистых звездочек и пигментных пятен Фотоомоложение – безболезненная процедура с накопительным эффектом Если возрастные изменения выражены значительно, на помощь придет нитевой лифтинг «Аптос» Для быстрого эффекта есть экспресс-методы омоложения Софт-лифтинг или объемное моделирование лица с помощью геля на основе гиалуроновой кислоты Способов много, результат один – красота и здоровье вашей кожи Медицинский центр «Консилиум» улица Водопроводная, 4, телефон 65-66-66 Левушкино студио – стиль, актуальность, креатив Здесь открываются новые горизонты парикмахерского искусства Команда профессионалов, асов своего дела поможет создать идеальный образ на каждый день Или запоминающийся для торжественных событий Постоянное обучение новым методикам окрашивания и техникам стрижек Тематические дни для любимых клиентов В Левушкино студио сделают все, чтобы вам хотелось вернуться сюда вновь Профессиональный уход, актуальный цвет, эффектные стрижки и укладки А также моделирование и окрашивание бровей, маникюр Левушкино студио меняет образ и дарит радость Улица Пушкинская, 4А, телефон 70-09-49 Профессиональный тренерский состав, индивидуальные занятия Новейшая система очистки и подогрева воды, а также лояльные цены Все это бассейн «Буревестник» Шесть 25-метровых дорожек способны одновременно принять до 70 человек Посетители «Буревестника» также имеют возможность записаться на лечебный массаж К одним из лучших специалистов города Также на базе бассейна действует фитнес-клуб, тренажерный зал и группа аква-аэробики Телефон для справок 4402-85 «Буревестник» Быть первым, быть лучшим И в завершении выпуска важная информация от репортера 73 Запомните телефон рекламного отдела 30-41-73 Здесь есть все от рекламных роликов, сюжетов до объявлений и бегущей строки Звоните 30-41-73 и вы в эфире И это все на сегодня Делайте новости вместе с нами Звоните 30-40-73 Читайте и смотрите www.reporter73.tv Реальность сама складывает картину дня Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин